8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Национальная сборная Казахстана по боксу завоевала 5 медалей на чемпионате мира в Белграде. Победителями стали Тимиртас Жусупов и Сакен Бибусынов. Последний в поединке за золото встречался с Роско Хиллом из США и победил единогласным решением судей. Серик Тимиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, в финале уступил американцу Джамале Харви. Итоговый результат на мировом первенстве – второе общекомандное место в медальном зачете. Тем временем Казамжом Артукаев поздравил призеров чемпионата мира по боксу в своем твиттере. Президент пожелал удачи золотым медалистам Тимиртасу Жусупову и Сакену Бибусынову, а также ставшим серебряными призерами Махмуду Сабрахану и Серику Тимиржанову. Отметил глава государства и капитана национальной сборной Блайхана Жусупова, занявшего третье место. К другим темам числу жертв взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне достигло по меньшей мере 98 человек. Трагедия произошла на оживленном перекрестке в столице страны, городе Фритаун. Бензовоз столкнулся с грузовиком. В результате ДТП произошла утечка горючего, и люди, находившиеся рядом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент прогремел взрыв, десятки получили ранения. Президент этой западно-африканской страны сказал, что глубоко поражен трагическим событием и огромным числом жертв. Судя по кадрам, ударная волна сравнялась с землей. Жилые кварталы в радиусе нескольких сотен метров. А музыкальный фестиваль в американском Хьюстоне закончился трагедией. И во время выступления рэпера Трэвиса Скотта зрители начали двигаться ближе к сцене, из-за чего возникла давка и началась паника. По меньшей мере 8 человек погибли, и еще около 300 получили травмы. Большинство пострадавших отделались ушибами. Всего же на концерте было 50 тысяч зрителей. Организаторы уже объявили, что все выступления, запланированные на воскресенье, заключительный день мероприятия, уже отменены. То, что произошло, насколько нам известно, единичный случай. ЧП такого рода на массовых мероприятиях, будь то в округе или городе, не происходило последние 40 лет. Следствию еще предстоит выяснить детали случившегося. Во Франции прошла серия массовых выступлений в защиту климатической справедливости. В Париже акция протеста прошла на площади перед зданием городской мэрии. Гигантское полотно с портретами 10 мировых лидеров растянули прямо на земле, чтобы подчеркнуть их ответственности за климатический кризис. Джо Байден, Борис Джонсон, Владимир Путин и Эммануэль Макрон на первых позициях. Ровно 6 лет назад во французской столице было подписано Парижское соглашение, по которому страны обязались сократить выбросы в атмосферу. Но, к сожалению, мировые державы от обещаний к действиям не пришли. Марш в защиту климата был организован одновременно в ряде стран мира. Экоактивисты надеются таким образом добиться серьезных решений от климатической конференции КОП-26, которая сейчас проходит в Глазго. Нужно, чтобы руководители стран, которые участвуют в КОП-26, услышали это сообщение, что нам больше не нужны анонсы, обещания, обязательства. Нам нужны конкретные действия, что будет делать каждая страна в самых важных сферах, чтобы сократить выбросы. что они. Очень крутая жесть, чем... Ну а сейчас вернемся в нашу страну. К 2025 году 95% дорог в Западно-Казахстанской области будут в хорошем состоянии. Такую амбициозную задачу ставят перед собой местные власти. Одна из важных транспортных артерий должна соединить регион с соседней Атраусской областью. Батагос Базарбаева проинспектировала новую трассу. Трасса Барбастау-Ахжаих-Индер соединяет с областным центром 8 сел с 3000 населением. От села Шагатай до областного центра чуть больше 100 километров грунтовой дороги, непроходимой в Распутицу. Дорога до города была главной проблемой для нас. Весной и осенью машины застревают в грязи. На эти 100 километров приходилось тратить 3 часа и более. Мы с нетерпением ждем завершения строительства, постоянно проверяем, как идут работы. Протяженность участка 50 километров. В этом году освоено больше полутора миллиардов. Подрядная компания поставила здесь вахтовый городок и асфальтовый завод. Приходящий материал берем на входной контроль, отвозим в лабораторию, испытываем его. Мелкие замечания бывают, но мы сразу на месте исправляемся. Выписываем предписание и на месте подрядчикам все это устраняем. День положения около 13 километров асфальтов и бетонного покрытия. Остаток 2 километра. На участке задействовано порядка 70 единиц техники, порядка 50 человек, в том числе 30 человек. Это местного населения, с ближайших населенных пунктов. Это села Шаратай и Акжаик. Из 6,5 тысяч километров дорог региона больше 5 тысяч местного значения. Только треть из них находится в хорошем состоянии. Тысячу километров дорожного полотна отремонтировано только за последние три года. В этом году асфальт уложили на 165 километрах. Бывают задержки, конечно. В этом году был дефицит вагонов по поставке щебня. В целом в 2021 году планируется отремонтировать 311 километров автомобильных дорог в севозначении. На сегодняшний день выполнено более 85%. Всех работ по той цене, которая была в проектной сметной документации, эти работы выполняются. Дорожники строят по старой смете, но проекты дорожают из-за роста цен на горючий. Щебень завозится из Ахтубе, битом из Ахтал. По информации управления автодорог, строительство и реконструкция километра дорог в регионе стоит около 150 миллионов тенге. Средний ремонт обходится в 100 миллионов. С учетом масштабности запланированных на ближайшие годы работ, дорожникам предстоит вооружиться новыми экономичными технологиями, а заказчикам повышать качество проектирования работы. Ретро-музей в сельской глубинке открыл коллекционер из Атыраусской области. 70-летний Галамжан Мукашев десятки лет занимался сбором различных экспонатов. Собралось их больше 150. Пенсионер знает историю каждого предмета и делится ею с посетителями. В атмосферу прошлого погрузились и наши корреспонденты. Ни входных, ни смотрителей, ни табличек. Ретро-музей Галамжан Ата открыл в собственном доме. Экспонаты собирал с самого детства. Необычные вещи, говорит, доставались ему от родных, знакомых и соседей. В числе самых дорогих – прялка мамы. Это память о моей маме. Она бесценна. Я хочу, чтобы о ней помнили внуки и правнуки. Впрочем, все экспонаты здесь хранят историю прошлого. Это предметы быта и техника, вещи, которые вроде бы уже и не нужны, но расставаться с ними жалко. На вещи из близкого и далекого прошлого приходят посмотреть от насельчане. Молодежь из любопытства, старики за воспоминаниями. Интересно, одинаково всем. Этому патефону больше 70 лет. Устройство, выпущенное в 50-х годах прошлого столетия, и сейчас работает безупречно. Впрочем, не только оно. Коллекционер смог сохранить функциональность почти всех выставленных предметов. Исправные 200-летние жернова, старые телевизоры и радиоприемники, музыкальные инструменты и фотоаппараты. В числе последних приобретенных экспонатов, фотографий и комплектующая фототехника прошлого века. В нашем районе были известны фотографы Есетов Талекхабала и Маратсу Янышев. Их дети передали в мой музей ряд уникальных вещей. К слову, коллекционер планирует расширить музей и увеличить количество экспонатов. А еще мечтает показать их жителям области и страны, чтобы подарить людям возможность окунуться в прошлое. Райхан Тышбаева, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Атраусская область, Хабар-24. А павлодарские школьники в поисках бизнес-идеи. В регионе открылся первый стартап-кабинет, где ведутся занятия по основам бизнеса и предпринимательства. Инициатором идеи выступила Диана Мукина, разработчик косметики на основе кобыльевого молока. Девушке удалось защитить проект и выиграть грант в размере 750 тысяч тенге. Стартап-кабинет должен стать местом, где каждый ребенок сможет презентовать свой бизнес-план. Мы проводим здесь уроки в нестандартной форме. Уроки проходят у нас в виде деловой игры, изучения кейсов, составления каких-то бизнес-планов. Естественно, такая форма работы позволяет данным стартап-кабинетам проводить подобные занятия. Плюс к этому это место, где могут в свободное время ребята встречаться, общаться, играть именно для изучения предпринимательской деятельности. И еще одна интересная новость из Павлодара. Там посвятили мурал неизвестным личностям, а бездомному коту. Питомца изобразили на стене старой подстанции в том виде, в котором его нашли замерзшего и обмороженного. Таким образом, зооволонтеры пытаются привлечь внимание жителей к проблемам бездомных животных. Герой мурала – кот по кличке Пират. Его прошлой зимой в сильные морозы спасли волонтеры. Они приютили животное, обогрели, накормили и сейчас ищут ему хозяев. О тяжелой судьбе пирата можно узнать по хэштегу, посредством QR-кода или позвонить по номерам на стене. У него один глаз, получается, поврежден, уже ничего с ним не сделать, поэтому он такой один зелененький, один голубой. Голубой – это поврежденный глаз. Ухо повреждено, в общем, шрамы на нем. Кот пострадал, но судьба была, видимо, тяжелая. Это первый мурал о реальной истории бездомного животного. В последние годы в Павлодаре их стало очень много. 120 из них содержатся в этом реабилитационном центре. Сюда свозят травмированных и больных кошек и собак. Анютка маленьким щенком еще, будучи, попала под поезд и отрезала лапы. Вот здесь вот лапка почти, эта подушечка целая, то есть только пальчиков не хватает. Здесь вот ей лапу хорошо отрезала. Ее маленьким щенком привезли в клинику, ей провели операцию, она выжила. Боле натерпелась, но жить будет. В прошлом месяце центр получил миллион тенге на стерилизацию животных. Деньги небольшие, но очень нужные. Обучили своих ветеринаров, открыли пункт по выдаче талонов для желающих стерилизовать домашних питомцев. Ветеринаров нашей ветклиники, которая здесь работает в Павлодаре, возили к волонтерам фонда «Бриджит Бордо», где их обучали стерилизации по европейской методике. Это более ускоренная, менее травматичная процедура. Сколько сейчас в Павлодаре бездомных кошек и собак никто не считал. Поэтому, чтобы помочь домашним животным обрести хозяев, волонтеры устроили стрит-арт. Следующим «Урал» авторы намерены посвятить собаке. Ербулабишев, Самат Аспанов, Джен Семербулат, из Павлодара, Хабар, 24. Ну а сейчас в Грузию четвертый год подряд в ботаническом саду Тбилисия проходит выставка осенних цветов. В этом году там царствуют хризантемы. Разные виды, а их десятки поражают красотой и своим разнообразием. Юлия Тужилкина рассказывает. Когда-то ради этого цветка на Востоке устраивали императорские приемы и роскошные пиры. Да и сейчас его пышные цветения собирает не меньше поклонников. В Грузии хризантемы очень любят и даже специально организуют выставки. Считается, что хризантема – цветок осени. Ее родина – Китай и Япония. Хризантема символизирует солнце и жизнь. История этих цветов насчитывает 3000 лет. Вот насколько они древние. Сегодня здесь представлен 31 сорт хризантем. На выставке есть сорта из Франции, Голландии, России, а также свои собственные – грузинские. И даже названия у них изящны. Ламазия – красавица или Сокартвелус Мзе – солнце Грузии. Сегодня очень интересное мероприятие в ботаническом саду Тбилисском. Эта погода и осеннее настроение способствуют для того, чтобы сделать выставку хризантем. Это ежегодная выставка, которая собирает очень много любителей цветов, тбилисцев, детей, студентов. Я сама преподаю флористику. И для меня, конечно, это очень тематическая выставка. Здесь можно посмотреть форму цветов, цвет и насладиться природой ботанического сада. Хризантеме посвящено множество легенд. И не случайно. Ведь эта царица осени загадочно сочетает в себе теплое дыхание лета и легкий холод зимы. Юлия Тужилкина, Шалва, Суру Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. Вам хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова